Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Моим сегодняшним гостям Бог послал дар совершать великие чудеса. И они очень хотят поделиться им с вами, чтобы и вы могли совершать подобные чудеса. Вы готовы совершать чудеса? Я знаю, что готовы. Сегодня вы узнаете, как это сделать и как двигаться в действиях Духа Святого прямо сейчас. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня Роб пришел к нам впервые, а его жена Элис была у нас уже несколько раз. Мне кажется, вас свел сам Бог. Роб, когда вы впервые увидели, как ваша будущая жена творит чудеса благодаря Божьему Духу, это было нечто удивительное. Между вами словно пробежала искра. Давайте лучше вы сами нам все расскажете, как вы познакомились и где это было. Начинайте. Если честно, я подумал тогда, как же ей подходит этот дар. Я и не думал, что у меня будет такой же дар. Совсем не ожидал. Так как же получилось так, что вы стали делать то же, что и эта безумная женщина. Скажите, я хотел, чтобы и у меня была связь с Богом. Мне нужно было мое собственное откровение, а для этого мне нужна была смелость. А можем ли я и наши зрители делать то же самое, что делаете вы вместе с Элис? Да, Божья любовь и сила, даже способность творить чудеса, доступны всем, кто приходит к Богу. Многие люди говорят, какая радость в совершении чудес. Вот если тебе нужно чудо, это другое дело. К чему вообще хотите совершать чудеса? Похоже, вы так хотите совершать чудеса? Все слова, которые сказал Иисус, важны, но среди них есть слова, которые особенно важны. Одни из этих слов были сказаны в Евангелии от Иоанна. Там Иисус сказал, любой, кто верит в меня, сможет творить такие же чудеса, которые творю я. А вот почему я считаю, что чудеса — это неотъемлемая часть жизни верующих людей. Могу вам сказать из личного опыта, да, я думаю, в вашем опыте такое было. Все равно, кто перед вами мусульманин, ортодоксальный еврей, индуист или христианин. Когда в жизни человека происходит хотя бы одно чудо, он сам делает свой собственный выбор. Да, мы много раз видели подобное. Вы только что вернулись из путешествия. Расскажите, какие чудеса вы видели? Мы много где побывали. Мы съездили в резервацию американских идейцев, а также побывали в Айдахо, в Калифорнии и в Германии. Мы видели, как женщина, которая раньше не могла ходить, начала спускаться по лестнице. Мы стали свидетелями мгновенных исцелений, а также видели, как у людей исчезали опухоли и металлические протезы. В нашем путешествии нам встретился мужчина, который в 80-х годах служил в армии, и во время службы с ним произошел ужасный случай. Он служил в танковых войсках. Когда-то он пытался остановить танк и получил сильный удар электрическим током. Удар был сопоставим с поражением молнии. Очевидцы говорили, что видели, как из его пальцев выходили голубые разряды. Он потерял сознание и пришел в себя только через несколько часов в военном госпитале. Врачи сказали ему, это чудо, что вы выжили. Вас поразил разряд очень большой силы. Его тело словно горело, а через какое-то время он осознал, что у него в теле почти полностью исчезла чувствительность. Он мог что-то ощущать всего одним пальцем руки. Остальные части тела не ощущали ничего. Также у него появилась дрожь в руках. Он не мог пить из обычной чашки, а только из специальной, с крышкой. Разумеется, что мозг тоже получил повреждения. Он стал хуже слышать и видеть, и не мог больше писать и читать. Из-за этого случая и нескольких других причин он отвернулся от Бога. Мы познакомились с ним, когда он в прошлый раз был в Техасе. Он там живет. Это было на семинаре, где мы учили людей молиться за других. Один молодой человек подошел к нему и стал за него молиться. Он сказал, что увидел в голове у этого человека большую энергию. Он передал ему Дух Святой. И у этого мужчины прошли повреждения мозга. Он стал снова хорошо слышать и видеть, и его чувствительность вернулась. Сколько лет он мучился? Он прожил в таком состоянии 33 года. Его исцеление заняло 30 секунд или максимум минуту. Все произошло очень быстро. Его тело исцелилось. К нему вернулась чувствительность. Его руки перестали трястись. Я полностью исцелен. Во время перерыва на обед мы вышли на улицу, и он снял свои ботинки и носки и прошелся по траве. Он снова чувствовал. Благодаря этому он снова посвятил себя Господу, хотя 25 лет назад отвернулся от Него. Роб, у вас есть одна страсть. Вы посвятили этому книгу. Вы учите этому людей. Расскажите, что такое тройное поручение на чудеса, которому вы учите. Что это? Поручение — это обязанность, возложенная на нас кем-то свыше. Такую обязанность возложил на учеников Иисус в самом конце Евангелия от Матфея. Мы знаем, что Иисус совершал просто изумительные чудеса. Это были все возможные чудеса спасения, исцеления, избавления. И все эти чудеса основаны на благословениях, которые Бог даровал человеку в первых двух главах бытия. Это такие благословения, как благословение обеспечения всем необходимым, благословение божественного исцеления и полноты. Они все есть в самом начале Библии. Да, еще это благословение власти, потому что Бог передал часть своей власти нам, чтобы мы могли заботиться о том, что Он нам даровал. Мы прекрасно знаем, что когда Адам и Ева ослушались Бога, эти благословения были явлены как проклятие. Люди стали уязвимы и подвержены болезням, а также рабами врагов Бога. Но, аллилуйя, пришел Иисус, наш Мессия, и смог спасти нас и обратить это проклятие в благословение. И теперь у нас снова есть благословение. Это была Его великая победа, которой Он победил этот мир и победил все проклятия. Роб, согласитесь, ведь большинство христиан ведут себя совсем не так, словно это проклятие было обращено. И у нас теперь снова есть право на чудеса и видения. Ведь эти права были у нас изначально. И Иисус вернул нам их. Так почему же так происходит? Потому что у нас есть наследие. Библия учит нас, что раз мы христиане и сыны Бога, то у нас есть наследие. Но мы должны объявлять на Него свои права. Только так. Запомните эти слова. У Роба и Элис есть великое откровение. Это не просто какие-то слова. И вскоре они научат вас, как сделать так, чтобы и вам Бог послал тройное поручение на чудеса. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Хочу сказать и вам, что вы двое уже впечатлили наших гостей в студии. Роб, не могли бы вы вкратце рассказать нам, что же такое тройное поручение на чудеса? Мне очень нравится это слово «поручение». Это некий приказ. О! Бог послал человечеству три благословения. Тот факт, что Он обеспечивает нас всем необходимым, дает нам чувство защищенности. Полнота дает нам чувство любви и принятия. Власть дает нам чувство важности. Бог создал нас по своему образу и подобию. Всем людям нужны эти вещи. Им нужна защищенность. Они хотят, чтобы их принимали. Они хотят ощущать свою важность при этом. Все этого хотят, потому что мы были созданы такими. Когда Адам и Ева разуверились в Боге и ослушались Его, они отбросили эти вещи, вызвав тем самым проклятие со стороны Бога. Роб досконально изучил Библию и нашел там много примеров этого тройного поручения. Даже когда Иисуса искушали в пустыне, мы можем увидеть то же самое тройное поручение. Иисуса искушал тот же дьявол, что и Адама с Евой. Вот почему Иисуса называют вторым Адамом. Ведь ему пришлось пройти то же испытание. Но Иисус доверил все эти вещи Своему Небесному Отцу. Он доверил Ему свою защищенность, свое принятие и свою важность, и в итоге Он победил. Он жил в пустыне под силой этого Духа. Но, как вы помните и знаете, Он предпочел жизнь, полную чудес, изобилия, исцеления и власти. Элиса, ведь именно этого вы помогаете достичь людям, когда являете им откровение о тройном поручении на чудеса. Вы хотите, чтобы Бог наделил их великой силой? Вы можете передать это откровение людям? Да, это просто прекрасно. И в то же время простое откровение. Когда люди узнают о нем, они тут же начинают делать то же самое. Как-то к нам в офис заглянула одна девушка. Ее звали Лиза. У нее был процветающий бизнес. Но она использовала для него не те силы. Она ввязалась в оккультизм. Ее заинтересовала табличка на нашем магазинчике. Там у нас написано «Исцеление и чудеса абсолютно бесплатно». И она зашла к нам разузнать, чем мы тут занимаемся. Мы помолились за нее, и она познала истинную Божью силу. Потом она снова стала заниматься тем, чем занималась раньше, а именно исцелением методом рейки. Она тоже исцелела людей, но не через Иисуса. Во время одного из своих сеансов исцеления она обратилась к духам. Она думала, что за всей мировой энергией исцеления стоит Иисус. Но тут у нее случилось видение, в котором ей явился истинный Иисус. Он вошел в зал, где она проводила сеанс, и сказал «Остановись». Она тут же прекратила сеанс, потому что поняла, что только ей явился истинный Иисус. И до этого она жила во лжи. В итоге она прекратила заниматься исцелениями при помощи духов и посвятила свою жизнь Иисусу Христу. Роб, ведь у вас есть замечательный пример из личного опыта касательно того, что Бог обеспечивает нас всем необходимым. Расскажите нам о том, что с вами произошло. Вы правы, это случилось почти 20 лет тому назад, когда мы были совсем молодыми, и у нас было двое малолетних детей. Случилось так, что мы по некоторым причинам ввязались в долги. Такое часто случается с молодыми семьями. Мы перезаложили наш дом, и у нас начались большие проблемы. К сожалению, многим из наших зрителей подобная ситуация знакома не понаслышке. Да, я отчетливо помню один момент из той поры. Тогда я бегал каждое утро. В то утро шел дождь, и мне пришлось бегать под дождем. Я бежал и тут воззапил к Богу. Я сказал, Господи, пожалуйста, избавь меня и мою семью от этих долгов. И Бог сделал просто изумительную вещь. Мне бы очень хотелось сейчас обратиться к тогдашнему себе, который бежал под дождем и сказать, все будет хорошо, все будет замечательно. Бог сделает в твоей жизни нечто изумительное. С нами случилось следующее. Мы думали, что нам придется продать дом, и тогда бы мы погрязли в долгах. Но Бог сказал нам, не продавайте ваш дом. Поэтому мы решили поторговаться. Нас вела наша вера. Мы несколько месяцев выжидали благоприятного стечения обстоятельств. И вот через 11 месяцев Бог сказал нам, пора продавать дом. Тогда мы даже не осознавали, что если бы мы продали дом за 11 месяцев до этого, мы бы так и не выбрались из долгов. Но за эти 11 месяцев стоимость нашего дома сильно выросла. Она буквально подскочила. Когда Господь сказал нам, продавайте дом, наш дом стоил в 4 раза больше нашего залога за него. Те, кто смотрят нашу программу, говорят, но почему все это досталось им, а не мне? Я хочу, чтобы вы обратились к ним сейчас. Если в вашей жизни сейчас похожая ситуация, какая была с нами, мы вас прекрасно понимаем. Возможно, вам придется тяжело, но вы должны довериться Богу. У нас должна быть вера, которая поможет нам возложить нашу жизнь в его руки. Возможно, все пойдет не так, как вы думаете, но я хочу вам сказать, вы не можете знать, как именно все произойдет. Мы должны отбросить все ложное, что мы считали Божьим даром, и обратиться к истинным ценностям. Именно тогда Бог и поможет вам. Поэтому я молю Бога сейчас о том, чтобы Он даровал вам прорыв, в том числе и финансовый, пусть все наши зрители ни в чем не будут нуждаться. Когда мы вернемся после паузы, я попрошу Роба и Элис послать вам прорывы во всех сферах ваших жизней и помолиться о том, чтобы и вам Бог послал тройное поручение на чудеса. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Итак, сейчас я попрошу Роба и Элиса рассказать вам, как получить тройное поручение на чудеса. Что за простых три шага мы должны сделать? Я расскажу вам, как это сделать на примере одного человека по имени Марк. Он был магнатом в сфере недвижимости, но когда в 2008 году на фондовых рынках произошел обвал, он потерял все свое состояние. Поскольку весь его бизнес основывался на деньгах, у него совсем ничего не осталось. Он потерял над собой контроль и начал пить, принимать тяжелые наркотики и смотреть порно. Но его жена была верующая. Она сидела у двери его кабинета, где он занимался всеми этими нехорошими вещами и молилась за него. Затем случилось так, что сестра Марка заболела и попросила его сходить вместе с ней на конференцию по исцелению. Она хотела исцеления не только для себя, но заодно и помочь брату. И вот они пошли на эту конференцию, и тогда Марк осознал, что ему нужен Бог. Это и есть первый шаг. Вы должны осознать, что вам нужен Спаситель, что вы грешник, и вам нужен Спаситель. Затем Марк смирился перед Богом. Это второй шаг. Вы должны смириться перед Богом. После этого за Него помолились. И тогда из его жизни ушло проклятие, а также он избавился от бесов, которые мучили его. Где-то через полчаса после этого он уже был новым человеком. Он посвятил свою жизнь Иисусу. Он молился о том, чтобы Иисус вошел в его жизнь. Это третий шаг, который вы должны сделать. С той поры его жизнь полностью преобразилась. Теперь его жизнь основывается на твердыне, которой является Иисус. Он основал свое служение. Теперь у него пророческое служение, где он помогает людям. Если вы смотрите сейчас и не знаете Иисуса, то я прошу вас обратиться к Нему прямо сейчас. Он рядом с вами. Просто скажите, «Иисус, я хочу посвятить Тебе свою жизнь. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Прости мне все мои грехи. Все, что я сделал не так. Войди в мою жизнь. Я верю, что Ты Сын Божий. Я знаю, что Ты воскрес из мертвых. Я прошу Тебя наполнить меня Духом Святым». Роб, не могли бы вы поделиться с нами самой великой мыслью, которую явил вам Бог? Когда я родился свыше, я уже знал Писание и славил Бога. У меня в голове все еще оставалась какая-то преграда, которая мешала мне говорить с людьми об Иисусе. Я боялся, что люди, которые не верили в Бога, начнут спорить со мной, и мне придется их убеждать, почему стоит поверить в Бога. Но потом я понял, что куда действеннее будет явить людям Божью силу и показать им, что Бог существует, и заботиться о них. Как-то мы с Элли стояли за прилавком нашего магазина, того самого, где можно получить бесплатные чудеса, и к нам зашла одна семейная пара. Причем муж хромал. Мы сказали им, знаете, у нас в магазине происходят чудеса, давайте же мы за вас помолимся. Но тот мужчина сказал, можете даже не пытаться, я самый что ни на есть атеист. Но мы ответили ему, для Бога вы все равно важны. Давайте мы все-таки за вас помолимся. А жена сказала, попробуй, дорогой. Ну ладно, ответил он. Мы помолились за него, а потом спросили, вы ощущаете какие-нибудь перемены? Попробуйте пошевелить ногой, к примеру. Ничего себе, боль прошла. К своему удивлению, он мог теперь без всякой боли шевелить ногой. Больше она у него не болела. После этого его жена сказала ему, я же тебе говорила, что Бог существует, Он есть. Они оба были очень рады. Итак, у нас осталось всего пара минут эфира. Я хочу, чтобы вы сейчас помолились о том, чтобы Бог направил наших слушателей на истинный путь. Хорошо, помните, в начале программы я рассказывала про человека, которого поразило электрическим током, и он потерял чувствительность, и у него дрожали руки. Всякий раз, когда мы рассказываем историю об исцелениях, где-то исцеляются люди с похожими симптомами. Я хочу обратиться сейчас к нашим зрителям. Если у вас есть дрожь в руках, или какая-то часть тела потеряла чувствительность, и если вы плохо слышите, или видите, или у вас повреждение мозга, то я говорю вам сейчас во имя Иисуса, что вскоре вы исцелитесь. Возможно, это уже произошло. Потрогайте то место, которое вы не чувствовали. Если же у вас какие-то опухоли или рак, то прямо сейчас мы говорим им исчезнут. А если вы обращаетесь не к тем силам, как это было в случае с Лизой, то вы должны посвятить свою жизнь Иисусу, как это сделала Лиза. Просто скажите, мне не нужны какие-то подделки вроде оккультизма. Мне нужен Иисус Христос, и Он войдет в вашу жизнь. А я благословляю вас тройным Божиим благословением. Пусть Бог даст вам все необходимое. Пусть вашей жизни будет достаточно Бога, чтобы вы ощущали изобилие и были великодушны с другими людьми. Пусть вы будете так близки с Богом, что к вам придет благословение полноты. Пусть к вам придет Божественное благословение, и вы поделитесь им с другими людьми. А еще я благословляю вас благословением власти, чтобы вы, будучи Божьими слугами, ощущали власть над силами, начальствами и властями в своей жизни и в жизни других. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Можно перевести как «Да будет так». Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, меня зовут Ким Мидер. Однажды я узнала, кто такой Бог, и как велики его деяния. Никто не сможет его остановить или встать у него на пути. Он обладает великой силой, и когда вы испытываете ее безграничность, вы увидите чудеса. В следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» вы сможете сами ощутить, насколько силен наш Господь. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь восемь, девять или десять часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!